В мире, в котором за последние 60 лет число идей в возрасте 65 лет и старше почти удвоилось, Япония играет роль лидера. Ускорение старения здесь более заметно, чем где-либо еще. Более четверти населения старше 65 лет. Жить дольше, но еще важнее жить лучше. Новые технологии в Японии помогают разрабатывать новый план в области здравоохранения, чтобы обеспечить пожилым людям лучшее качество жизни. Старение общества является серьезной проблемой для системы здравоохранения. Решения, представленные Японией, легли в основу международного саммита в Токио, который собрал медицинских экспертов, государственных чиновников, стартапы и иностранные делегации со всего мира. Центральный элемент стратегии Японии по созданию цифровой системы медицинского обслуживания и объединений медицинских данных и технологий. Я глубоко впечатлен тем, что происходит здесь, в Японии. Преимущество оцифровки, преимущество искусственного интеллекта для наших граждан и наших обществ в отдаленном будущем будут очень значительными на пути улучшения здравоохранения, улучшения здоровья людей. Но это требует, чтобы у нас были хорошие отношения с нашими данными. В Японии вводят новые правила, позволяющие государственному и частному секторам использовать анонимно обработанные медицинские данные. Чтобы узнать, как страна восходящего солнца проводит этот цифровой переход, мы отправились в университетскую больницу Киото. Сбор записей начинается с палаты пациента. Медсёстры передают прямо на серверы информацию о кровяном давлении, сердцебиении, температуре тела, клинических тестах и лечении. Эта процедура помогает уменьшить нагрузку на ухаживающего и повысить точность записи данных. Мы собираем данные, чтобы понять, что происходит в этой стране и какое медицинское лечение мы предоставляем людям. Используя эти данные, мы можем увидеть разные методы лечения или ухода. Мы делаем эти данные анонимными, и правительство готовит их как единую систему, которая позволит поделиться ими со всеми. Впоследствии с помощью этой системы частный сектор сможет использовать эти данные для создания новых лекарств или новых методов лечения. Японская система медицинского страхования опирается на миллионы данных, поступающих от 126 миллионов граждан. Эти данные охватывают более 95% медицинских услуг, предоставляемых населению Японии. Существует тенденция к совместному использованию данных о медицинском лечении и о сестренском уходе в качестве единого пакета в цифровом здравоохранении. Японское общество сильно стареет. Я думаю, что наши знания могли бы стать ориентиром для многих других стран мира. Инновационный процесс цифрового здравоохранения создает новые возможности для частных медицинских компаний, таких как Future Care Lab, которая предлагает технологии для удовлетворения потребностей стареющего общества. Такие продукты, как кресло-коляска, способные самостоятельно передвигаться по заранее выбранному пути, датчики тела для ванной и кровати помогают пожилым людям жить более независимо. В Японии стареющее общество. С помощью технологий мы можем уменьшить нагрузку на работников, которые обеспечивают уход, а также повысить производительность их труда. Один из примеров таких решений – вспомогательная кровать. Она позволяет уменьшить нагрузку и количество опекунов с двух человек до одного, когда им приходится оказывать помощь тяжелым пациентам. Наряду с высокотехнологичными решениями важным остается и человеческий фактор, поскольку он может облегчить взаимодействие между пациентом и устройством для ухода или человеком, который о нем заботится. Гарнитура виртуальной реальности, разработанная компанией Silverwood, имитирует состояние деменции и помогает понять впоследствии этой патологии и то, как обращаться с такими пациентами. Мы не хотим, чтобы опекуны и пациенты были разделены. Мы хотели бы создать ответственные отношения, в которых нуждаются и те, и другие. Это устройство точно воспроизводит мир в том виде, в каком он воспринимается пациентами с деменцией. А то, что мы, люди, не имеющие проблем с деменцией, можем испытать это через виртуальную реальность, позволяет нам понять боль и трудности этих людей. Эта технология позволяет нам самим это прочувствовать. Опекуны, работающие в пансионате для пожилых людей в Токио, высоко оценивают функциональность нового устройства. Я чувствую, что благодаря этому устройству я узнала намного больше о деменции, чем читая книги. Успех этих подходов в Японии окажется заразительным и побудит граждан к принятию этой концепции. Так что во всей Европе, во всех развитых и развивающихся странах у нас будет единый подход – продвижение к цифровому здравоохранению. Важное значение для расширения потенциала цифровых инноваций в области здравоохранения и подготовки общества будущего будет иметь международное сотрудничество. Редактор субтитров А.Семкин